Общество, знак протеста против бесинств ваших так называемых миротворческих сил и вашей так называемой Государственной Думы. За эти 10 дней и 10 ночей у нас родилось 13 вопросов к вашему президенту, господину Путину. Позвольте вам зачитать эти вопросы. Итак, 13 вопросов к господину Путину. Вопрос первый. Господин Путин, почему с территории России к нам залетают неопознанные самолеты? Неужели вы не в состоянии закрыть воздушное пространство вашей страны для инопланетных самолетов? Вопрос второй. Господин Путин, каким образом Россия не в состоянии остановить поток казаков, северокавказцев и других наемников и международных террористов, следующих из Грузии, из России на территорию Грузии? Что-то вам помнятся многочисленные, многословные разговоры российских политиков о том, что якобы из Бангийского ущелья осуществляется подпитка чеченцев в чеченской войне. Могут лучше сначала привно в своем глазу увидеть. Вопрос третий. Господин Путин, почему Шамиль Басаев стал террористом только тогда, когда стал бороться за свободу своего народа? А когда он только воевал в другой стране, в Грузии, он был, оказывается, борцом за свободу. Вопрос четвертый, господин Путин. Почему осетинские сепаратисты получают от России боевые вертолеты? Было бы очень интересно услышать ваше мнение. Вопрос пятый. Господин Путин, почему члены Государственной Думы Российской Федерации нарушают границу Республики Грузия и позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес грузинского государства? Вопрос шестой. Господин Путин, как вам понравится, если в грузинском парламенте будут обсуждать вопрос о том, чтобы сбить ваш самолет? Вопрос седьмой. Господин Путин, почему командующий вашими так называемыми миротворческими силами может себе позволить говорить о том, что Грузия скоро якобы войдет в состав России? И как, по-вашему, может ли этот генерал считаться командующим миротворческими силами? Вопрос восьмой. Господин Путин, почему ваши так называемые миротворцы охраняют мир и покой международных террористов в Абхазии и не дают населению края вернуться в свои дома? Связанный с этим второй подвопрос. Почему Российская Федерация щедро раздает свое гражданство международным террористам, осуществившим этнические числики? Вопрос девятый. Господин Путин, почему Россия позволяет себе вмешиваться во внутренние дела соседних суверенных государств? Вспомним хотя бы многословные и малокомпетентные заявления вашего невероятно компетентного Министерства иностранных дел. Вопрос десятый. Господин Путин, каким образом целая фракция вашего ручного парламента так называемого законодательного собрания могла демонстративно нарушить нормы международного права приехать на катерах в сопровождении ваших вооруженных сил, приехать на территорию Грузии и к тому же призвать россиян незаконно пересекать грузинскую границу? Вопрос одиннадцатый. Господин Путин, почему в ваших карманных средствах массовой информации позволительно проводить опросы населения по поводу аннексии части соседних государств? Вопрос двенадцатый. Господин Путин, как можно воевать с сепаратизмом в России и в то же время поддерживать его у соседей? Может быть, вам знакома пословица «Сидя в стеклянном доме, камнями не кидаются»? И, наконец, господин Путин, тринадцатый вопрос. Мы считаем, что число тринадцатого вам очень подойдет. Итак, тринадцатый вопрос. Господин Путин, неужели вы действительно думаете, что трусливая и лживая политика способна принести вашей стране хоть какое-то уважение у соседей? Спасибо за внимание, господа россияне!